Друзья, всех приветствую! В работе у меня автомобиль Kia Ceed. Не особо я в них разбираюсь. Какая-то модель. Кому интересно, тот поймет. Это примерно 2007 год автомобиль. Kia Ceed ED, если я не ошибаюсь, модификация. Основная задача поменять жидкость в автоматической трансмиссии. Вкратце я покажу технологию, по которой все это делается. Технология одинакова с автомобилями Toyota. В принципе, везде одинаковый. Мы имеем контур охлаждения автоматической трансмиссии, в разрыв которого я подключаю два шланга. Вот первый шланг пошел, вот второй шланг пошел. Вот это штатный шланг с автомата идет. Все, подключились. Два шланга вывели в емкость. Многие спрашивают, зачем у меня два шланга, хотя можно обойтись одним. Если вы знаете направление потоков жидкости, можно подключиться на разрыв, который организует, скажем так, условно подачу жидкости, и через одну трубочку жидкость течет. Вторая трубка будет не задействована. Сейчас я наглядно покажу на схеме примерно то, что я организовал. Здесь у меня представлена небольшая схема автоматической трансмиссии. Эта схема достаточно универсальна, практически все автоматические трансмиссии по такой схеме работают. То есть мы имеем поддон автоматической трансмиссии, в котором расположен фильтр. С фильтра пошел забор жидкости с помощью насоса штатного АКПП. Дальше эта жидкость подается на все управляющие магистрали, и также часть жидкости проходит через контур промежуточного охлаждения. Вот таким вот образом. То есть вот она штатным насосом накачивается под давлением, проходит промежуточный охладитель и подается назад на слив поддон. Что мы делаем? Мы берем и в нужном удобном месте разрываем вот этот контур. Любой контур можно разорвать. Суть от этого не поменяется. Все, в удобном месте контур разорвали. Мне удобно было это сделать сверху автомобиля. Как вы видите, здесь в зоне доступа трубка, и до нее удобно добраться. Все, в контур разрываем и две трубки опускаем в емкость для слива старой жидкости. Если вы знаете, по какому направлению идет поток жидкости трубку, можно подключить только одну. Но так как я не знаю, в каком направлении идет жидкость на сиде, я подключаю две трубки, завожу автомобиль, и у меня штатный насос будет старую жидкость из автомата с поддона выкачивать в мою емкость. Вот по такому контуру он пойдет и сюда выкачает. Все, одна трубка у меня останется незадействована. Многие говорят, почему ты ее не засунешь в емкость с чистой жидкостью, и она автоматически так же насосом будет закачиваться в автомат. Ничего закачиваться, ребята, никуда не будет. Потому что, если вы видите схему, у нас данная трубка висит в воздухе. И того разрежения, которое создается здесь в поддоне, недостаточно абсолютно для того, чтобы закачать свежую жидкость АКПП в поддон коробки. То есть про эти бредни все забудьте, и мне про них ничего не пишите. Следующий вопрос, который часто задают, типа у тебя будет завоздушивание системы. Объясняю, никакого завоздушивания здесь не происходит, потому что автомат в любом случае сообщается с атмосферой либо через щуп для проверки жидкости АКПП, либо в коробке обязательно всегда есть сапун для выравнивания давления, которое возникает при работе автомата. Это нагрев, охлаждение. То есть всегда автомат с атмосферой у вас сообщается, либо через сапун, либо частично через щуп для проверки жидкости. Если данного щупа нет, то здесь обычно есть заливная пробочка. Если заливной пробочки нет, то подача жидкости под давлением уже осуществляется снизу со сливной пробки. Это обычно на Volkswagen. То есть я надеюсь, данная схема для вас достаточно наглядна и принцип я вам объяснил. Подключаемся в разрыв контура, любого, где нам удобно. Трубки выводим в емкость для отработанной жидкости, заводим автомобиль и под действием собственного насоса автомата у нас старая жидкость из коробки будет выкачиваться в нашу емкость для слива. После того, как жидкость в поддоне заканчивается, мы это прекрасно видим, контролируем при процессе слива, мы автомобиль глушим. В итоге у нас насос на сухую здесь не работает. Ну и сухую он практически никогда не работает. Чтобы он работал на сухую, надо без жидкости очень долго машину гонять. Потому что масляная пленка, смазывающая, она в любом случае на деталях присутствует и защищает поверхности деталей от износа. Поэтому автомобиль завели, слили часть масла. Это обычно от 2 до 4 литров. Новую свежую жидкость залили в автоматическую трансмиссию. И уже новой жидкостью, которая у нас в поддоне, мы додавили остатки старого масла из автомата снова на слив. Таким образом вы можете освежить от 4 литров и сколько душе угодно. От 4 литров и до бесконечности. В среднем обычно я делаю замену, которая у меня ограничивается объемом 8-9 литров. В данных случаях конкретных это вполне достаточно. Если жидкость в автомате, конечно, совсем мертвая, можете прогнать порядка 12 литров. Но обычно полный объем в автомате не превышает 10 литров. Поэтому я считаю, что прогонять по 12-15 литров через автомат особо бессмысленно. Так как часть старой жидкости в большом объеме остается еще и в гидротрансформаторе. Из гидротрансформатора жидкость у нас в процессе эксплуатации постепенно освежается. Поэтому если жидкость очень грязная, порядка 8-9 литров освежили, потом 10-20 тысяч проехали и еще раз делали частичную замену в размере, например, 4-5 литров. По опыту это вполне достаточно. Итого имеем. Два шланга мы подключаем для того, чтобы не париться с угадыванием направления потока жидкости. В любом случае, при любом направлении, если мы даже ошибемся, у нас жидкость пойдет в емкость старую. Чистое масло через свободный контур закачиваться не будет, потому что не работает в этом случае масляный насос. Магистраль висит в воздухе. Все, я начинаю процесс. Заводим автомобиль. Позиция обычно в паркинг. И наблюдаем за тем, что происходит. Все. Вот у меня пошла старая жидкость. Она выдавливается с автоматической трансмиссией посредством собственного насоса, который установлен в автомате. Все сливаем. Сколько сольется. Это обычно порядка 3-4 литров. Глушим автомобиль. И через щуп уже заливаем свежую порцию масла. Масло использую оригинал СП-3. Не стал экспериментировать, заказал оригинальное. Все, заметили, начались пузырьки. Автомобиль заглушили. Итого, на данный момент у нас получилось слить с автомата 3 литра масла. То есть на Киеве порядка 3 литров масла у вас сольется с поддона. Все, как можете видеть, никакой работы на сухую нет, потому что часть масла всегда присутствует. Автомобиль надо просто вовремя заглушить и не гонять его в колостуре. Поставили в воронку за место щупа контроля уровня жидкости в автомате. И произвели заправку первых 4 литров жидкости для автоматических трансмиссий. На Киосит 4-ступенчатый автомат. По документации идет АТФ-СП-3. Как можно наблюдать, взял я жидкость оригинальную, не стал экспериментировать с какими-либо заменами. Все, сейчас у нас получилось. 3 литра масла старого мы слили с автомата. Залили 4 литра свежего. Когда я заведу сейчас автомобиль, у меня с поддона картера масляный насос будет закачивать свежую жидкость. И свежей жидкостью будет выдавливать остатки старой жидкости с автомата. Как известно, жидкость у нас не сжимаемая, поэтому она практически полностью будет вытеснять старую жидкость. Смешивание практически не произойдет новой жидкости со старой жидкостью. Все, как можно видеть, после запуска автомобиля новая жидкость выгоняет старую жидкость. Таким образом я буду сливать порядка 7,5 литров жидкости, потому что у меня всего 8. И уже по щупу буду выставлять уровень. Уровень жидкости в автомате на прогретом двигателе выставляется в позиции нейтраль. Это в случае автомобилей E-Cit. Данная информация написана на щупе. Как можно видеть, кстати, у меня масло уже начало светлеть. То есть видно, что масло у меня освежается. То есть если текло до этого грязное масло, то сейчас можно видеть, что уже оно практически свежее. Все, порядка 7,5 литров жидкости я слил. Возвращаю назад соединение контура. И заливаю остатки жидкости, прогреваю, выставляю по щупу уровень. Еще раз повторюсь, на E-Cit рекомендуется проверять уровень жидкости в позиции нейтраль. Данная информация пишется на самом щупе. Вот, чек. Чек флюид, ход, идлинг, ин, нейтраль. То есть проверяйте на прогретую, в позиции нейтраль. И здесь будет у нас две метки. Холодная и горячая. То есть у нас вот примерно на уровне хода должна быть потом жидкость после замены. Как можно видеть, контур автомата я замкнул, поставил на место штатный хомут. Сейчас автомобиль у меня заведен, прогревается до рабочей температуры, после чего я буду выставлять более точно уровень автоматической трансмиссии. Залил я жидкости туда чуть меньше, оставил запас. И уже с помощью щупа более точно выставлю окончательно уровень. Всем спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Всем удачи.